Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». О том, как начался июль в Рязани, расскажу прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Охота на должников. По следам злостных неплательщиков идут сразу несколько ведомств. Лучший город земли. Голосуем за Рязань в рейтинге российских городов. Быстрее, выше, сильнее. На спортивный фестиваль школы безопасности в Рязань приехали 35 команд со всего Центрального федерального округа. Все работы на Первомайском проспекте идут строго по графику. Впереди второй этап. Впрочем, как заявляют в РМПТС, жители домов останутся без горячей воды не более, чем на две недели. В остальном же горожан просят еще немного потерпеть. Первый этап ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте близок к своему завершению. По словам заместителя главы администрации Рязани Михаила Ромодина, в данный момент ведется благоустройство территории и асфальтировка дороги. С 10 июля будет открыто движение на участке Первомайского проспекта от пересечения с улицы Вокзальной до пересечения с улицы Типаново. И сразу мы приступаем к ремонту второго участка. Это от улицы Коширина до улицы Павлова будет перекрыто движение. Работы будут проводиться в течение месяца. Общественный транспорт продолжит курсировать по выделенным полосам на личном транспорте. Можно будет объехать участок через улицу Семинарскую и Коширина. На время ремонтных работ на данных улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Завершить ремонт теплотрассы и открыть движение городские власти рассчитывают до 16 августа. В долгах, как в шелках. Тех, кто не оплачивает обязательные счета, рано или поздно настигнет возмездие. Сегодня это такое кредо сразу у нескольких ведомств. Квартира, загородный дом, личный автомобиль. Это далеко не весь список имущества, которые могут арестовать за неуплату налогов. Сначала должники получают требования о погашении задолженности. Причем забывчивым гражданам придется оплатить и так называемые пени, начисленные за каждый день просрочки уплаты налогов. Те же рязанцы, которые проигнорируют наши требования, уже попадают однозначно в категорию должников, с которыми мы работаем, дальше уже целым комплексом мероприятий. Во-первых, инициируются судебные процедуры взыскания задолженности за счет имущества должника в принудительном порядке. И я хочу сказать, что в качестве имущества должника может выступать и транспортное средство, и объект капитального строительства. Это могут быть и денежные средства на расчетном счете налогоплательщика. Дальше запускается цепочка событий. Налоговая служба передает информацию о должниках органу исполнительной власти. На арест имущества выезжают судебные приставы. В процессе ведения исполнительных производств устанавливается местонахождение должника, устанавливается имущество, принадлежащее должнику. Также принимаются меры принудительного исполнения, то есть это включает в себя арест имущества. Арест имущества происходит в присутствии понятых. Сейчас мы находимся на специализированной стоянке, на которой хранится арестованное имущество должников. В данном случае это автотранспортные средства. Можете обратить внимание, транспортные средства опечатаны. По словам налоговиков, основная причина долгов – халатность, реже – невнимательность граждан. Как известно, узнать о платежах и оплатить их можно в любом отделении МФЦ или налоговой инспекции. Сделать это можно в том числе и дистанционно, через интернет-сервис госуслуги. У должника есть возможность вернуть арестованное имущество, оплатив счета в обозначенные судебными приставами сроки. Но если машину уже выставили на торги, с ней придется попрощаться. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Деньги на переселение из ветхого жилья придут в регион под мою личную ответственность. До конца года муниципальным властям их нужно будет потратить и готовьтесь выполнить программу досрочно. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Кроме того, прозвучало, о чем конкретно Рязань договорилась с Санкт-Петербургом и насколько проще станут правила для тех, кто решил вернуться из-за рубежа. Эхо-визиты в Рязань Сергея Степашина – поступление новых федеральных траншей по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но ее выполнение по принципу ни шатка, ни валка, ни Кремль, ни губернатора больше не устраивает. Деньги, которые придут в регион, целевые. До конца года на местах нужно их израсходовать, что называется, под копеечку. Я сейчас обращаюсь к главу муниципалитетов. Вот эти средства придут под мою личную ответственность, что до конца года мы полностью их освоим. Не подведите, пожалуйста. И, конечно, к Министерству строительства. Мы в этом году планируем переселить более тысячи человек в новое жилье. Серьезно нарастили здесь объемы. И дальше будем темпы только наращивать. В том числе по поручению президента будем вести переселение из домов, которые после 2017 года были признаны аварийными. Там сейчас больше двух с половиной тысяч человек живет. Будем работать здесь вместе с фондом развития территории, который нас сейчас очень активно поддерживает. Эту работу держим, коллеги, на особым контроле. В ближайшее время в Рязань прибудут пять дополнительных троллейбусов из Санкт-Петербурга, причем не списанные. В данный момент они работают на линиях северной столицы. В Рязани их будут поставлять партиями по мере замены там. Вот так вот партиями, выводя с линии, меняя их на новые, мы договорились, что мы там до октября месяца получим все 20 троллейбусов. Отлично. Ну и радует, конечно, что троллейбусы в целом-то в очень хорошем состоянии. Да, они даже если по возрасту там могут быть и 10-летние, они обязательно практически все после капитального ремонта. Министр труда и соцзащиты Наталья Суворова озвучила любопытную инициативу. Вернуть принцип «понять и простить» для австралийских, японских и европейских релакантов, пожелавших вернуться домой. Официально это звучит как программа переселения соотечественников. Мы предлагаем отменить обязательные требования, которые предъявляются для переселения, а это не менее стаж работы в регионе не менее двух лет или осуществление предпринимательской деятельности для наших соотечественников, которые к нам хотят прибыть или прибыли из Японии, Австралии, а также стран Евросоюза. Это согласно поручению Министерства внутренних дел России данный проект разработан. Проект прошел все согласования, дополнительного финансирования не требуется, прошу поддержать. По данным Минсоцтруда региона, в прошлом году на постоянное место жительства в Рязанскую область переехало 840 граждан. Но это что касается ближнего зарубежья. Что же до дальнего, то пока такой статистики нет. Но теперь подать заявление станет в разы проще. На этой неделе в России отпраздновали деньги БДД. Профессиональный праздник тех, кто обеспечивает безопасность на дорогах. И пусть официальной эта дата стала не так давно, сотрудники ведомства много лет получают поздравления именно 3 июля. Как праздник отметили в Рязани, расскажем прямо сейчас. Так называемый утренний развод на плацу ГИБДД сегодня не совсем обычный. Место привычных бело-синих автомобилей «Шкода» занимают желто-синие «Волги», мотоциклы, «Вазы». В общем, машины, которые сейчас по праву носят приставку «Ретро». 1 июля на службу заступают именно они. Становись, равняйся, смирно приказывай заступить на службу для охраны общественного порядка на территории города Рязани. Вольно по машинам. Теперь за руль садятся ветераны службы МВД. Кто-то специально приобретал парадный китель времен Советского Союза. Ветераны же надели свои старые, служебные. Как, например, Анатолий Зорин. Из органов старший лейтенант уволился четверть века назад. Теперь белую рубашку с погонами надевает только на ретро-пробеге. Когда вновь выпадает шанс, как раньше, стать старшим инспектором. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор, старший лейтенант Зорин. Все у вас в порядке. Страховочку может быть? Да. У нас праздник 3-го числа. Поздравляем вас с нашим праздником. Желаю хорошей дороги, без аварий. Такие автоинспекторы дежурят на двух постах ДПС – Солочинском и Дягилевском. Ветераны службы останавливают автомобили, поздравляют водителей с предстоящим праздником 87-й годовщиной со дня образования госавтоинспекции в системе МВД России. Следующая остановка – торжественная. Вся ретро-техника правоохранительных органов останавливается на своей финальной точке – у драмтеатра. Самый молодой здесь – мотоцикл «Урал» и МЗ-8-10310. Реставрировал его резанец Владимир Есенин. Купил с доски объявлений, разобрал, говорит, до винтика. После собирал обратно. Уже новый. Сложно было найти фонари оригинальные, маркировка ФГ-210, в хорошем состоянии, чтобы был хром. Потом очень редкие крепления кронштейна, крепления громкоговорителя, потому что здесь трубки определенного сечения. И тоже, даже если отдавать на завод изготавливать, нужно образец. Образца у меня, к сожалению, не было. А самый старый – ГАЗ-А 1935 года. В свое время такие выпускали по лицензии Форда. Они были практически у всех правоохранительных органов. Нашли остов практически на помойке. Антон Скиба восстанавливал авто вместе с братом Никитой. А привил им это отец, ветеран ГИБДД. Вместе и работали в гараже. Антон добавил, что отца уже нет, а дело его живет. Он, допустим, на холодильнике менял, я помню. Новый холодильник купил, прибегает там, раз. Я, говорит, холодильник на фары поменял. Мать за голову, тысяч много, холодильник новый, нам самим нужно на старый. Нет, все. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку. Фары пошли на другое авто. Здесь же все через аукционы и заказы. Зато отец их, Василий Скиба, организовал первый в СНГ музей ретро-техники. Часть восстановленных автомобилей до сих пор там. Все автомобили здесь восстанавливали сами реставраторы. Бывало, помогали друг другу. Искали детали, менялись контактами. Благодаря этому и получилась такая выставка. Что даже ветераны службы подходят и говорят, я на такой служил. Это постоянно происходит. Конечно, постоянно. И, конечно, это одна из самых таких лучших медалей для реставраторов, для тех, кто восстанавливает. Когда ни одного нюанса люди, которые пот кровь свою проливали на этих каких-то мотоциклах или машинах, они видят все то же самое, что и есть. Традиционно День ГИБДД отмечают 3 июля. Вручают ведомственные награды, присваивают очередные звания. Однако, вопреки распространенному мнению, что на День ГИБДД можно правила нарушать, это совсем не так. Экипажи продолжают нести свою доблестную службу на посту. В любую погоду и в любой день. Рязанская областная библиотека имени Горького совместно с Музеем истории ВДВ и Музеем истории молодежного движения подготовили выставочный проект под названием «Курская дуга. Закат цитадели». Он посвящен одному из самых грандиозных, ожесточенных и кровопролитных сражений Второй мировой – Курской битве. С места выставки наш репортаж. Проржавевший остов пистолета-пулемета Судаева привезли в Рязань прямо из Прохоровки. Нашли на месте боев, как и пистолет-пулемет Шпагина. Все это стояло на вооружении солдат-десантников, которые и воевали под Прохоровкой. А также элементы взрывчатых, скажем так, боеприпасов, минного характера, минометного, артиллерийского снаряжения. Ряд из них определить по принадлежности уже крайне тяжело, потому что длительное десятилетие эти экспонаты, тогда еще просто артефакты, находились в нашей земле, в земле боев. Андрей Шевченко добавил, что формирования ВДВ были основным костяком 62-й армии генерала Чуйкова. 10 июля 43-го 9-я гвардейская дивизия ВДВ заняла оборону у Прохоровки, а 11-го бойцы уже отражали нападение врага. По итогу отступили на полтора километра. Но, говорит историк, закрепились на окраине Прохоровки, где и создали плацдарм для сосредоточения и наступления 5-й гвардейской танковой армии. Сталинградская и Курская битвы – это те рубежи, которые стали коренным переломом в той войне, которая для нашего народа всегда будет являться великой. Надо понимать, что именно после этого перелома появилось глубокое убеждение, что мы победим. Верить и быть твердо убежденным – это немножко разные вещи. Основы экспозиции выставочного проекта «Курская дуга» – закат цитадели, материалы из фондов Музея Победы. Здесь попытались воссоздать хронологию битвы, начиная от подготовки к боям и заканчивая итогами сражения. Мы сегодня как никогда ощущаем свою ответственность за то, чтобы восстановить в полном объеме знания, которые, прямо скажем, оказались растерянными, утерянными, искаженными за последнее время, когда мы свою собственную историю свели к небольшим абзацам в учебниках. Вот почему мы, работники библиотек и музеев, чувствуем свою ответственность за то, чтобы представить в имеющихся у нас возможностях, в наиболее полном объеме представления наших сегодняшних современников об этих великих битвах. Поэтому и экспонатами выставки стали не только предметы своей эпохи, но и книги. Они посвящены военно-политической обстановке в период Курской битвы, описанию техники. Есть и те, что повествуют о силе духа советского народа и его героических подвигах. Выставка будет работать до 15 августа. В России продолжается онлайн-голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2023 году. Рязань в этом списке тоже есть, но пока в третьем десятке. Самое время увеличить количество голосов «за». «Город России. Национальный выбор» – это проект, который проходит ежегодно, начиная с 2012 года. Его цель – повысить интерес к крупным административным центрам нашей страны, в первую очередь для развития внутреннего туризма. Ведь благодаря проекту любой желающий может узнать о национальной аутентичности разных регионов нашей страны, а затем посетить понравившиеся места. В этом году участников 87. За звание лучшего города борется и Рязань. Основных критериев два – привлекательность и узнаваемость. Самое узнаваемое, конечно, для меня – драматический Рязанский театр. Потом Кремль и потом Лесопарк. Мне очень нравится на Соборке походить, очень хорошо, интересно. Вообще тут вот старая Рязань, вот где затинка, а вот это вот Рязанский посад мне очень нравится. Вообще вот эта старая Рязань, она так вдохновляет. И вот с таким удовольствием, особенно вечером гулять, просто интересно. Даже интересно ходить, вот эти дома смотреть. Я очень люблю деревянные вот эти зодчества, которые… У каждого рязанца свое особенное место. Для одних это умиротворяющие парки, для других – оживленные улочки, театры и музеи. Центр нашего города привлекателен своей архитектурой, где многие здания – настоящие памятники прошлых веков. Наверное, Рязанский Кремль. Наверное, места связанные. Там дом Павлова. Вот на Почтовой очень красиво. Первомайка красивая. Там парк есть. Сейчас Рязань на 31 месте в рейтинге. Голосование продлится до 31 декабря этого года. Каждый рязанец может повлиять на результаты и помочь родному городу подняться в этом списке и стать национальным символом нашей страны 2023 года. Процедура довольно проста. Заходим на сайт, видим в столбике Рязани, отдаем свой голос. В этом случае от вашей активности будет зависеть многое. Школа безопасности. Масштабные межрегиональные детские состязания под таким названием впервые приняла у себя Рязань. В течение всей недели ребята из 16 регионов ЦФО бегали, плавали, спасали из-под завалов и учились выживать в лесу. Пестрая форма, флаги и улыбки. Рязань впервые принимает такой масштабный детский спортивно-патриотический форум. На 27-е игры общественного движения «Школы безопасности» прибыли команды со всего Центрального федерального округа. Конкуренция нешуточная. В параде из 35 команд отряд из Брянской области, созданный на базе одной из школ. Несмотря на не самые удобные условия, все-таки регион граничит с зоной проведения СВО, ребята смогли пройти курс подготовки и хотят показать себя. В это неспокойное время были определенные сложности с подготовкой, с тренировкой, с переносом соревнований. Поэтому настраивались. Но удалось форму ребят сохранить и выйти на соревнования в Рязани в достаточно хорошей форме. Все остальное – это еще с десяток конкурсов и состязаний. Здесь, на стадионе «Спартак», ребята отрабатывают лишь физподготовку, но впереди еще и творческая часть. Эта неделя для парней и девчонок будет весьма насыщенной. Вот сегодня у них здесь пожарная эстафета, затем будет кросс и силовые упражнения, легкая атлетика. Затем они должны уметь выступить на сцене с визиткой, нарисовать стену газету, пройти маршрут выживания. На два дня они уйдут в лес и будут проходить маршрут выживания. Затем у нас еще этапы спасения на акватории на водном объекте, затем спасение в техногенной ситуации и еще бассейн. Строимся в линии, рюкзаки перед собой, готовимся к пристартовой проверке. Короткий осмотр на старте и на дистанцию. Все команды экипированы под завязку. Это и неудивительно. Впереди самые сложные этапы. Шестикилометровый маршрут проходит по территории лесного массива Рязанского района. Все дружины действуют полностью автономно. Ориентируясь по карте с обозначениями основных заданий на выполнение сутки. Ребята сами обустраивали переправы, преодолевали крутые склоны, овраги и реки, определяли высоту и расстояние до предметов, а также проходили проверку на знания ядовитых грибов и растений. В общем, ничего сложного для опытных спортсменов. По ощущениям, дистанция не очень сложная. Сложных этапов для нас не было. Идем на финиш, будем отдыхать. Самое тяжелое, это, наверное, был брод. Да, брод самое тяжелое было. Ну как, справились? Конечно, да. Выбираем! Выбираем! По условиям испытания, ребятам нужно было не только найти пострадавшего. Основная легенда – на него упало дерево, но и транспортировать его в безопасное место. А для этого как раз и пригодится альпинистское снаряжение. Пострадавшего приходилось нести на специальных носилках, затаскивать в гору или переправлять на другую сторону крутого оврага. За рабочую зону только вещи выносите, и пострадавшего тоже. Да, быстрее снимай! Кальцуй! Сразу снял и ушел! Классное соревнование, много этапов, испытать себя, попробовать. Некоторые местами было очень тяжело. Где-то в целом справились отлично. Как раз прошел завершающий этап жерди. Дался достаточно сложно, но прошли без штрафов, справились. Вчерашний день был весьма жарким, активным. Было где посоревноваться, где-то зарубались с командами, где-то как-то справлялись, хватали штрафы. Ну, ничего, в целом двигались. Это мои последние соревнования вообще в школе безопасности. И я очень рада, что они проходят именно в Рязани, именно такой сложности. Так как, опять же, маршрут выживания, по моему мнению, это самый интересный и самый трудный этап школы безопасности. И каждый раз это преодоление себя. Но для меня это всегда интересно, сможешь ты или не сможешь. Спасательные работы на акватории состоят из нескольких этапов. Умение маневрировать на воде в лодке, входить в ворота, спасение тонущего рыбака из перевернутой лодки, а также с условной льдины. Ну и, конечно, главные технические элементы подачи в цель спасательного круга и конца Александрова. Понятно, что новичков в этих дисциплинах нет, все все знают. Но зато есть течение, которое на итоговую оценку влияет очень даже. Не первый день нахожусь в этом лагере. На детей просто смотрю. Но для детей, по-моему, это отдых. И наоборот, какое-то отвлечение и радость. Плюс ко всему, это воспитание достаточно такое серьезное идет. И дети, они, вот то, что они сейчас выполняют, это им пригодится и в дальнейшем для жизни. Рязанские ребята убедительно прошли самый сложный этап маршрут выживания. Старшая возрастная группа все 18 заданий выполнила лучше всех. Здесь рязанцы первые. А вот в пожарной эстафете они были не так успешны. Лидировали команды из Москвы и Смоленской области. Поэтому пока говорить об общей победе кого-либо преждевременно. Окончательные итоги соревнований станут известны не раньше понедельника. Рязанские мастера сохраняют средневековые кузнечные традиции. Горн разжигают с искры, мелкие детали отливают по своим же формам или выковывают вручную с помощью набивок. А еще изготавливают скульптуры и украшения. Никита Рязанцев в кузнечном деле уже 11 год. В 17 лет решил попробовать силы в этом ремесле и сразу говорит, нашел себя. Теперь он уже кузнец с именем. Но все так же творчески подходит к своей работе. Нередко сам придумывает и воплощает новые проекты. Причем каждое изделие, по его словам, со своим сакральным смыслом. В принципе, человек, личность его тела и дух, ну душа, как удобно говорить, они как бы с ним неразрывны, единое целое, но душа все равно живет параллельной жизнью. Я хотел бы это показать именно. При определенных ракурсах может сложиться так, что у скульптурки появляется ним. Эти изделия из железа. Особенности ковки металла, говорит мастер, напрямую зависят от его механических и физических свойств. Так, железо считают черным. И куется оно при температуре 1000 градусов по Цельсию. А вот медь гораздо мягче. При работе с ней будет достаточно 800 градусов. Кстати, температуру узнают по накаленному металлу. Светлый вишнево-красный означает, что медь уже готова к наковальне. Первый этап – грубая отковка. Вот, как я сейчас грубо кую это кольцо. Вот, пока непонятно, что это кольцо. Второй этап – это его обработка механическая. То есть, ну, я убираю все завусенцы, которые получились, да, в процессе ковки. Вот, и как-то сглаживаю его, да, делаю так, чтобы его носить было приятно. Такое вот кольцо можно назвать кузнечной бижутерией. После того, как его выковали, изделие нужно отполировать. Ведь только тогда оно приобретет красивый медный оттенок. Изготовление украшений по кузнечной технологии отличается от той, по которой кольца делают ювелиры. Я кую, ну, то есть, вообще, путем пресса, ну, то есть, я кую, как бы, и все, и вытягиваю. А они, наоборот, отливают, то есть, уже в готовую форму. А я делаю форму по ходу пьесы, пока он горячий и металл. Кузнецы рассказывают, изготовление таких изделий – процесс трудоемкий и время затратный. Правда, он всегда оправдывает ожидания. Ведь каждая работа получается уникальной. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин